что что давайте продолжим если все еще есть проблемы говорите думаю решили первый вопрос увидите айти порешаем а потом перейдем к решению а Продолжение следует... 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 окей переходим следующий вопрос найдите периметр равна бедра но примем прямоугольного треугольника есть его гипотенуза 8 сантиметров говорите правильный ответ д проверяем итак что мы должны знать чтобы решить этот вопрос общий вид прямоугольника но равнобедренного а здесь здесь будет bb здесь у 45 45 здесь и b в корне 2 знаем что гипотенуза то есть b в корне 28 тогда b будет 4 в корне 2 итого периметр будет 4 корня 2 плюс 4 корня 2 плюс 8 или можно сказать 8 корня 2 плюс 8 или правильный ответ рассказать d 8 умноженное на 1 плюс в корне 2 можете записывать потом дайте знать перейдем наш следующий вопрос и Продолжение следует... 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 если здесь я будет какой-то угол си здесь я тоже будет угол си если здесь будет угол скажем к здесь я тоже будет угол к если здесь я будет угол м тогда здесь я тоже будет угол диагонали делят друг друга пополам все углы у нас приходят из параллельности и диагонали делят друг друга пополам этого у нас основные свойства можете записать потом мы перейдем к следующей фигуре трапеция а Продолжение следует... Продолжение следует... Трапеция. Что такое трапеция? Это когда верхнее и нижнее основания параллельны. Только вот эти две противоположные основания параллельны, а вторая пара может быть и не параллельна. Тогда, что мы можем сказать, если здесь будет альфа, здесь будет бета. Можно сказать альфа плюс, бета у нас 180. Здесь, а может быть, какие-то другие углы, скажем, А и Б. Они тоже в сумме, да, это 180. Никаких особых других правил нету. Насчет параллельности сказали. У нас еще есть... Насчет диагоналей тоже никаких особых свойств нет. Есть у нас равнобедренная трапеция. Трапеция. Айлослес трапезоид. Итак, та же трапеция. Но вот теперь уже если здесь и альфа, тогда здесь и тоже альфа. Здесь и бета, тогда здесь и тоже будет бета. Все еще сохраняется альфа плюс бета у нас 180. И противоположные стороны равны. Это у нас равнобедренная трапеция. Запоминаем. Когда мы еще добавим диагонали равнобедренной трапеции, тогда следующие углы тоже равны, не забываем, эти четыре угла тоже равны равнобедренной трапеции. Длина диагоналей тоже равны, то есть если здесь будет длиной а, а, тогда здесь а, б, б. Общая длина диагонали у нас а плюс б. Можно сказать, очень симметричная фигура. Легко запомнить. Никаких доказательств не требует почти. Запишите, потом перейдем к следующей фигуре. У нас следующая фигура ромбус. Или на русском просто ромб. Продолжение следует... Окей, трапецует тоже. Прошли. 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 что такое ромб. Это четырехугольник, у которого все стороны равны. То есть, что-то вроде этого. Все стороны равны. Поэтому, что можем сказать? Их диагонали перпендикулярны и делят друг друга пополам. Перпендикулярны. Насчет углов. Если здесь А будет А, тогда рядом тоже будет А. Снизу также будет А, А. А здесь у нас будет Б, 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 Б. И, конечно, А плюс Б у нас 90. Очень похоже с параллелограммом, но, конечно, есть различия. Например, у ромба все стороны равны. Следующая фигура. Очень популярная фигура. Ректангл, тренингольник. У нас есть премиугольник. Скажем. Конечно. Все углы там 90. Премиугольник. Если здесь А, здесь А тоже будет А. Здесь А, здесь А, здесь А тоже будет Б. А. А, А, аа-а-а-а. Насчет диагоналей. Ладно, постараюсь Здесь я, скажем, альфа Здесь я тоже будет альфа Здесь я тоже альфа Здесь я тоже альфа Тогда само собой здесь у нас будет бета Здесь у нас тоже будет бета Бета и бета И они все по длине делят друг друга пополам И равны между собой Альфа плюс бета, конечно, будет у нас 90 Последняя фигура у нас квадрат Сплеер Все стороны равны, внутренние углы все равняются 90 Просто скажем, а, 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 а Теперь рядом эту же фигуру, но с диагоналями Тогда здесь у нас будет 45 45 Ну, везде 45 Диагонали пересекаются перпендикулярно И делят друг друга пополам И они равны, конечно Вот такие самые популярные свойства есть у этих фигур Ром посмотрели Прямоугольник тоже посмотрели Квадрат тоже посмотрели Думаю, если говорить и все Тогда насчет повторения мы уже закончили Я перехожу к решению Давайте порешаем еще вопросов Насчет этой темы Итак, параллограмм Найдите угол А Субтитры сделал DimaTorzok Говорите А 35 Давайте проверим Итак Мы знаем, что угол D и B равны Получается 3х плюс 35 У нас будет 4х Тогда Тогда Х У нас равняется 35 Давайте найдем 4х Тогда Оно будет 4 умноженное на 35 140 140 140 А плюс 100 40 У нас, конечно, дает 70 Значит, А у нас 40 Вы говорили вроде А Наверное, где-то ошиблись Находим ошибку Если есть вопросы, можете спрашивать В то же время можете записывать Переходим Следующий вопрос Снова параллограмм Найдите угол B Снова параллограмм Снова параллограмм Найдите угол B Снова параллограмм Снова параллограмм Снова параллограмм Найдите угол B Снова параллограмм Снова параллограмм Снова параллограмм Найдите угол B B Снова параллограмм 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 переходим снова у нас программ диагонали пересекаются точки о найдите периметр треугольника о н к если у нас 20 опи 7 mp 12 у нас 20 опи 8 мп Продолжение следует... 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 следующий вопрос у нас есть параллелограмм abcd бисектриса б е угла б и мы знаем что а д равен е б найдите углу д а Продолжение следует... 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 что будет 120 ваш ответ правильный и можете записывать ладно переходим так следующий вопрос одна из диагонали ромба равна его стороне то есть один из диагоналей равен ранее определите углы ромба и 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И, скажем, один из диагоналей... Скажем, AC равен сторонам. Мы и так знаем, что все стороны равны. И плюс один из диагоналей равняется нашим сторонам. Тогда получается здесь у нас 60, 60, 60. Здесь снова 60, 60, 60. Это у нас, как мы на английском говорим, Equilateral Triangles, равносторонние треугольники. Поэтому углы у ромба у нас 60, 120, 60, 120. Или, конечно, вариант В. Ничего трудного. Если вы хорошо знаете ромб и хорошо поняли вопрос, можете записывать... Следующий вопрос... Вопрос из темы ромб. В диагонали ромба составляют все стороной углы, один из которых на 20% меньше другого. Найдите больший угол ромба. Вопрос из темы... так говорите да провели у нас есть ромб и диагонали эти диагонали составляют сила стороной углы то есть это следующие углы можно сказать b и а вопросы взяли один одну сторону скажем x тогда один из которых на 20 процентов меньше другого допустим а у нас больше поэтому а будет а минус 20 будет именно b но мы знаем что они в сумме дают а плюс b до 90 поэтому давайте поставим место b а минус 20 тогда будет у нас а плюс а минус 20 равен 90 2а у нас будет 110 а у нас будет 55 если а у нас 55 тогда б у нас 35 идите больший угол рома больший угол конечно будет у нас два а то есть здесь у нас снова есть а больший угол будет 2а а сто десять ваш ответ снова правильный можете записывать следующий вопрос снова ромб эйби сиди я на эй э м Продолжение следует... 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 А мы знаем, что... Сторона AD равняется AB... То есть это ромб... И здесь будет просто 6... То есть правильный ответ... У нас 6... Итак... На этом сегодняшний уровень окончен... Всем... Хорошего... Вечера... Хорошей недели... Всем пока... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...